Добрый день, уважаемые коллеги! Обратимся к самым последним новостям медицины. Испанские исследователи составили черный список продуктов, которые при злодопотреблении способны вызывать различные расстройства психического здоровья человека и провоцировать развитие негативного настроения. В этот список попали фастфуд, шоколадные батончики массового производства, кондитерские сладости и некоторые другие продукты. Результаты эксперимента были подтверждены в ходе масштабного исследования с участием 9000 добровольцев. В течение определенного времени они активно употребляли в пище указанные продукты. 50% из них отмечали повышенную раздражительность даже на обычные просьбы, а еще большее количество исследуемых отказывались от исследования в ходе того, что не способны были дальше продолжать терпеть плохое настроение. Ученые связывают данные результаты с увеличением концентрации трансжиров в периферической крови исследуемых. Подобные исследования, стоит отметить, проводились нашими американскими коллегами. Тогда в список продуктов, способных снизить настроение, были выделены такие продукты, как ветчина, чипсы и соленый арахис. В медицинском и радиологическом научном центре в Обнинске состоялся проект открытия первого в России физического генератора нейтронов для нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей. Ученые из Соединенных Штатов обнаружили более чем у 3000 пациентов с диагнозом брака груди взаимосвязь между уровнем каротиноидов в крови и частотой постановки данного диагноза. Чем меньше употребляла женщина в пищу продуктов, богатых волшебным пигментом, тем выше у нее был процент постановки диагноза эстрогеннезависимой формы рака груди. Риск развития рака ротовой полости увеличивается в разы при одновременном утверждении алкогольных веществ и никотина, утверждает руководитель Центра отказа от табака НИИ Пульмонологии Галина Сахарова. Если заболеваемость другими формами рака у мужчин в последнее время имеет тенденцию к снижению, то рак ротовой полости все-таки увеличивается по своим показателям. Табачный дым содержит порядка 7000 вредных веществ, некоторые из которых практически не выводятся из организма. Однако к оптимистическим диагнозам специалисты относят тот факт, что освобождение от вредных веществ в принципе возможно, если произошел отказ от курения в возрасте до 35 лет. Английские биологи научились вставлять в иммунные клетки особо онколитические вирусы, которые превращают их в своеобразных троянских коней, способных уничтожать раковые клетки. Известно несколько случаев успешного применения онколитических вирусов, однако иммунная реакция организма мешает дальнейшему их применению. Биологи предположили, что иммунную реакцию можно нивелировать и использовать ее для лечения рака при помощи превращения макрофагов в троянских коней, которые будут защищать вирусные частицы. Для этого онколитический вирус был модифицирован таким образом, что его частицы функционировали в среде с пониженным содержанием кислорода. Как правило, в окружающей среде здоровых клеток и тканей содержание кислорода достаточно или даже повышенное, в то время как в раковых клетках в зависимости от их усиленной активности содержание кислорода снижается. Льюис совместно с другими авторами этого исследования вырастили культуру из троянских макрофагов и привели их в действие на нескольких лабораторных мышах, переживших сессию химиотерапии. Для проверки ученые параллельно наблюдали за состоянием второй группы грызунов, которые получали обычные макрофаги. В итоге вирусные частицы успешно уничтожали раковые клетки. Опухоли не появлялись в организме мышей в течение полутора месяцев после проведенной химиотерапии. В то же время подопечные Льюис из контрольной группы погибли после появления новых опухолей, возникших из остатков старых новообразований. Детальное описание связанных с раком генетических мутаций всех вариантов злокачественных опухолей способно выявить специальные гены-дерайверы, наиболее важные для развития отдельных типов рака. Сообщил глава фундаментальной фармакологической медицинской школы Ельского университета. По его словам, подробный генетический атлас опухоли позволит не только ставить сточный диагноз, но и подаст великолепные возможности в изучении именно прицельного изучения рака. Кроме того, в качестве примера он пример хронический милолейкоз, который в современных условиях лечится препаратом Глевек. Создатели Глевека в последние годы называются в числе кандидатов на Нобелевскую премию. Во сне клетки мозга уменьшаются на 60%, обеспечивая ликву свободное прохождение между тканями. При пробуждении клетки увеличиваются, ток жидкости ограничивается. В спящей мозге менее активный гормон норадреналин, который отвечает за быструю реакцию на внешние стимулы. Ученые считают, что именно этот гормон отвечает за сжатие и расширение мозговых клеток в циклах сна-бодрствования. В эксперименте с лабораторными мышами наблюдали за процессами, происходящими в живом непроверженном мозге с помощью методов протонной микроскопии. Как оказалось, у спящих лабораторных мышей глимфатическая система работает в десятки раз активнее. За время сна мозг животных избавляется от бета-амилоида, вещества, накопление которого в организме приводит к развитию болезни Альцгейма. В конце 2013 года диспенсеризацию среди взрослого населения должны пройти порядка 23 миллионов человек. По результатам диспенсеризации среди россиян в возрасте от 21 года до 35 лет наиболее частой патологией являются заболевания эндокринной системы, а также расстройства органов пищеварения. В то же время среди граждан Российской Федерации более старшего возраста наиболее распространены заболевания сердечно-сосудистой системы. Всемирная организация здравоохранения предлагает полностью избавиться от ртутных термометров. Об этом сообщает газета «Зеркало недели». В настоящее время единственным международным соглашением, регулирующим глобальное использование ртутных измерительных приборов, является так называемая Миноматская конвенция, принятая в Японии. Тем не менее, согласно этому документу, государства могут использовать на базе медицинских учреждений тутные измерительные приборы вплоть до 2030 года, лишь при особых обстоятельствах. Однако Всемирная организация здравоохранения совместно с организацией здравоохранения без вреда проводят кампанию по исключению всех ртутных измерительных приборов и соответствующей их заменой. Такая инициатива связана с тем, что ртуть достаточно токсичное вещество, особенно в отношении нервной системы, особенно в детском возрасте. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за внимание. Это были все новости данного выпуска. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok